Есть профессиональная жизнь. Всё это в порядке вещей для меня. То есть я к этому не был брошен в пекло. Я с этим вырос. Опять же с театром я много очень ездил на гастроли с детства. И ощущение сцены было с детства. Плюс в 16 лет я уехал в Лондон. Практически там было самостоятельное взросление. Вот поэтому я уже как-то научился балансировать между полезным и приятным. Ездите много? Езжу, да, много. Много езжу. Ну, во-первых, я здесь самостоятельно в Петербурге, а в Москве вся семья. Потому что я москвич коренной. Ну, естественно, в Москву езжу, но я в Лондон езжу. И тоже по работе достаточно часто. Ну, раз в 5-6 в год точно. Ну и разные гастроли бывают. Вот мы с мультфильмами ездили в Германию на две недели. Ну, бывает. А вот такие поездки, например, с мультфильмами, вы каким-то образом участвуете? Они меня пригласили, во-первых, они очень хорошие мои друзья, пригласили за компанию съездить и делать их концертный звук. Ну, я не отказался, и мы провели очень хорошее время. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Звоночек, по-моему, сорвался, к сожалению. Ну, что же. Есть звонок, да? Слушаем вас. Алло. Алло. Не пробиться. Нет, к сожалению, не пробиться. Да. Давайте, Андрей, мы посмотрим одну программку, которая идет в рамках программы «На ночь глядя». У нас сейчас, я посмотрю точно, что мы сейчас будем смотреть. Мы сейчас будем смотреть байки под стаканом, а потом еще поговорим. Отлично. А, ну вот мне говорят, что они еще не совсем готовы запустить. Телефон сорвался, программу запустить не готовы. Ну, что же, готовы. Давайте смотреть. Выпить и поговорить можно по-разному. Можно так. Можно и так. Можно вот так. А можно в телевизионной программе «Байки под стакан». Мы угощаем вас любым напитком, слушаем вашу историю. А телезритель выбирает лучший рассказ, звонит нам, говорит, это было хорошо, а это еще лучше. Но сам он может рассказать такое. Ну, короче, выпивка наша, а байка ваша. Есть у меня друг детства. В возрасте 17 лет решил человек, что он денег подзаработал собственным трудом и устроился в детский садик дворником. Ну, как-то стоит, метет двор, видит детишки в коморку, в подвальное помещение, собрались залезть. Вот. Ну, он говорит, не надо туда лезть, говорит, там бабка-ёшка живет. Ну, детки такие говорят, дяденька, ну что же вы такое взрослое, и знаете, что бабков-ёшков не бывает. Он говорит, бывают еще какие бывают. Ну, дети сделали, что им уже больше неинтересно в подвальное помещение. Ну, а друг видит, что интересно все-таки. Ну, и сам быстренько в подвал спрятался. Одел там какие-то немыслимые пакетки на голову, старье там. Ну, сидит, ждет друг, детишки, значит, заходят в подвал. Ну, он выскакивает, такой красивый. Ну, и дети посмотрели на эту бабку-ёшку, ну, и оба описывались тут же. Вот, думаю, что, наверное, до сих пор еще в бабок-ёжик верят. Приехали мы на Украину и решили поменять доллары на их валюту. Подошли к обменнику, а около обменника ходят, меняла, и, естественно, они больше предлагают курс. Ну, мы подошли к одному, меняли, он взял доллары у нас и сказал, «Девочки, а вы знаете, как отличить настоящий доллар от поддельного?» И стал как-то, знаете, так вот крутить долго-долго, но как-то, знаете, сразу стало подождительно неприятно. Вот. И вдруг свисток милицейский. И, естественно, реакция – бежать. Я схватываю, у меня такая реакция занималась настольным теннисом, и я как-то схватила сразу и его деньги, и свои, и побежала. Ну вот. И когда мы отбежали, и думаем, боже мой, я думаю, а что же нам делать с этими деньгами, которые мы у него взяли? Ну вот. И вдруг смотрим, они на нас тоже так смотрят, подошли и говорят, «Девочки, отдайте нам, пожалуйста, наши деньги». Ну, мы как честные люди, конечно, им отдали. Но поняли, что нас хотели, конечно, провести. Но провели мы их. Мне надо было снять почти новорожденных двухнедельных ягуарят. Детеныши ягуара три штуки привезли из зоопарка. Я сделал такой режиссерский ход, так просто снимать, нельзя нам что-то придумать. Я сделал такую выгородку, песочницу. Обыкновенную песочницу, как в детских садах, пацанайте все. Вот, песочницу, посадил детишек, трехлеток, чтобы показать, что это детеныши, все детеныши. И дети не боятся таких маленьких, даже хищников. И хищники не боятся детей. Действительно, они не боялись. Все трое сидели. Значит, я посадил трех ребятишек, через голову ребятишек снимаю этих самых. Но одному ягуаренку почему-то не понравилась камера. Надо сказать, что это было давно, и видео не было тогда, видеомагнитофонов, ведь больше того не было трансфокаторов. Снимали большими камерами. И без трансфокаторов. Вот. Я, значит, Егоренок забился один в дальний угол, и поглядывает на камеру, и пофыркивает. Ха-ха-ха. Пугает. Это у них принято, оказывается, когда что-то не нравится, пугать. Фыркает. Ну, в общем, в плане плохо видно. Я говорю оператору, подъезжай ближе, подъезжай. А тогда подъезжали. Со штативом подъезжали ближе. Я говорю, наезжай на него, наезжай. Вот он между голов ребятишек просовывает камеру. Берет крупно этого самого Егоренка. Тот делает шипит. Но это не слышно, потому что журавль с микрофоном стоит далеко. Я командую этому звукооператору, говорю, подтащи свой журавль. И он вплотную, вот оператор с камерой, снимает этого Егоренка. Он вплотную подъезжает со своим журавлем, металлическим журавлем, этот самый, который держит микрофон туда над ним. В это время Егоренок окончательно рассерженый делает бросок такой, а оператор-то снимает очень крупно. Оператор испугался, как дернет головой. Бат в это железо. И, знаете, трагический такой случай. На носилке и в медсанчане. Выпить и поговорить можно по-разному. Можно так. Можно и так. Можно вот так. А можно в телевизионной программе «Байки под стакан». Мы угощаем вас любым напитком, слушаем вашу историю. А телезритель выбирает лучший рассказ, звонит нам, говорит, это было хорошо, а это еще лучше. Но сам он может рассказать такое. Ну, короче, выпивка наша, а байка ваша. Пока мы смотрели «Байки под стакан», нам вроде бы дозвонились все-таки. Алло, вы в эфире, слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Очень приятно. Я бы хотела узнать от вашего гостя, Андрея, как он относится к творчеству Оливера Шанти. Я не знаю, кто такая Оливер Шанти. Не знаю, кто такая Оливер Шанти. Может быть... Мы не знаем. Я тоже. А у нас еще есть звонок? Пока нет. Андрей, есть. Все-таки есть звонок. Хорошо. Алло, вы в эфире, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Листали вот каналы и вот установились на СТО. Так интересно. Хочу, в первую очередь, Андрею небольшой комплимент сказать. Ему очень не дело быть в костюмах. Мы его прикрепили в другую жизнь. Спасибо. И хотели узнать, когда же долгожданный релиз его собственного проекта? Пока планируется на март. На март. Издающая компания, скорее всего, будет сенкчери, а мьют – это по пасским правам всей администрации. А что это будет? А там будет и инструментальная музыка, и музыка с песней, с вокалисткой. Очень хорошая девушка зовут ее, Алис Маклахлин из Лондона. Вот. Так что, я надеюсь, что это будет все как хочется. Все как хочется. И с концертами, про которые мы говорили, да. И думаю, что мы здесь тоже сыграем как-нибудь. То есть, как бы, премьера диска будет ознаменована серией концертов. Да, 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 обязательно. И, дай бог, в России тоже они случаются. Да, 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 надеюсь. Ну, замечательно. Скажите, Андрей, я знаю, что вы работаете не только с группами, но и как бы с солистами, с Земфирой, насколько мне известно. Да, с Земфирой мы делали последнюю пластинку, которая, вот, у нее была выпущена, 14 недель тишины. Вот, это последняя? Вот, последняя совсем ее работа, там где вот трафик, взгляд бесконечность, вот это вот, да. Вот, интересная была работа? Очень интересная, очень, как сказать, приятно напряженная, то есть, никто не расслаблялся, ни я, ни она. Очень хорошие музыканты были. И писали в Москве, в Питере, делали сведения в Лондоне, несколько раз туда ездили. Вот, и вообще это очень была познавательная, конечно, работа. А вообще о Земфире ходят разные, как бы, слухи, как бы, очень много разных слухов, кто она, что она, как бы, что из себя представляет, как профессионал. Вот вы, как профессионал, считаете, она хороший музыкант? Я считаю, что она хороший музыкант. Она очень требовательный музыкант, и она требуется и от других, и от себя. И от себя. И она очень... Ищущий человек. То есть, не успокаивающийся. Она не успокаивающийся человек. То есть, она постоянно слушает новую музыку, она постоянно проверяет своего собеседника. То есть, а ты что еще вот нового слышала? А что ты думаешь вот об этом? Знаешь ли ты вот это? Постоянно. И в дружеском разговоре, и в профессиональном постоянно идет обмен вот информацией, 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 информацией. Ну, это очень хорошее качество. Я считаю, что настоящим профессионалам оно совершенно необходимо. Да. У нас есть звонок. Алло, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Здравствуйте, Андрей. У меня такой вопрос, как продюсерка Андрея. А вот скажите, пожалуйста, почему вот в ведущих радиостанциях, да, в российских, песни, музыка группы «Аквариум», ну, практически не звучат? Я вот очень часто слушаю радиостанции. Вот я очень давно, как бы, не слышал музыку, исполнение «Аквариума», Борис Порисович. Скажите, почему? Я не могу ответить за радиостанции. Вопрос, кстати, очень хороший, потому что радиостанция – это вообще большая-большая боль. Потому что чем теснее рамки формата радиостанций, которые с каждым годом всё, и даже на телевидении, если взять тоже МТВ или даже МУЗ-ТВ, не остаётся ни времени, ни возможности для эксперимента, то, что отличает наши радиостанции от западных радиостанций. То есть там есть всегда выбор. Наша работа – это трафарет. Да, если радиостанция не даёт возможность, как-то, выпуская в эфир новые группы, поддерживая интересный новый звук, соответственно, нету новых групп, которые заинтересовывают себя в работе над новым звуком. Если нету групп, которые исполняют интересную новую музыку в современном контексте, а не просто песни под гитару, как сейчас идёт везде, то есть главное, чтобы в подворотне, в подъезде могли сыграть эту песню. Чем народнее, тем лучше. Соответственно, если музыка не звучит по радио или по телевидению, не воспитывается аудитория, которая должна эту музыку потреблять или покупать в магазинах. Получается замкнутый круг. Но, естественно, это очень важно от политики и каналов, и радиостанций, несомненно. То есть не просто независимая музыка, там, индепендент западных образцов, но наших нужно обязательно помогать, помогать, давать им возможность. А по поводу аквариума, я не уверен, что его нету на радио, тем более... Но его на самом деле, вот позвонивший товарищ, он действительно прав, потому что я постоянно в машине как бы слушаю FM-каналы различные. И если бы сейчас мне об этом не сказали, я об этом бы и не подумал. Но сейчас я как бы начинаю об этом думать, и это действительно так. Опять же таки, формат радиостанции, есть радиостанции как-то Европа Плюс или какой-нибудь динамит, в котором аквариум просто не может звучать по определению, потому что они другую музыку гоняют. Да, понимаю. Но... Но...